Доброго всем времени! Обязательно соблюдайте правила техники безопасности. Сегодня покажу такую небольшую обновку в своей коллекции. Это пуля патрона 9х23 мм Штейр. По этому типоразмеру, по этому боеприпасу есть видео и даже не одно на этом канале. Если смотрели видео, я так и не был уверен, есть ли у меня к нему пуля. Теперь уверен, что пуля к нему есть. Правда не австрийская, а итальянская. Отсюда он был извлечен в спешке и безалаберности, поэтому не распилил, а кусачками кусал. И в результате, видите, закосорыл и немножко согнул. Такая немножко овальная получилась в сечении пуля. Пуля не магнитится. То есть оболочка, скорее всего, мельхиоровая. Ну, судя по цвету. Внутри свинец, завальцовки вообще никакой нет. Ну, так по ощущениям. И вот такая, на удивление, толстостенная оболочка. Вот. Гильза у меня была, как вы помните. Гильза вот такая вот. Ну, перед этим у меня была другая гильза. Она потерялась. Ну, и она была в таком плачевненьком состоянии. Появилась впоследствии более целая. Ну, сюда он садится, вот как бы, так, свободненько. Нельзя сказать, что прям. Ну, хотя вот если провернуть, видимо, вот этот овал там как-то садится куда-то. И вот она более-менее плотненько садится в таком случае. Ну, значит, еще раз клеймо. Вот, означает вот такую вот фирму в Милане. LBC. Иди сюда, LBC. Вот. Ну, и надпись здесь TR9. Состояние гильзы классное. Но, опять же таки, в очередной раз я сожалею, что люди, которые, ну, к которым попадали, вот такие вот, они сверлят и делают макет. Хотя, ну, это касается только меня. Есть люди, которые макеты собирают. И, как мы видим, система воспламенения Бердановская. С двумя отверстиями. Здесь эти отверстия более-таки аккуратненькие. Вот такое. Теперь знаю точно, что от него у меня есть пуля. Хотя пуля, судя по клейму, LBC клеймил таким образом именно гражданские версии. То есть, скорее всего, это произведено для гражданского рынка. Почему? Потому что вот это вот, ну, я не знаю, как правильно считается. Леон Бо, наверное, у Сиа, Исиа. Вот. Военные клейма. У них тоже LBC. Тоже LBC. Но внизу не название боеприпаса. Да? А внизу год зашифрован. Точнее, последние три цифры года. Допустим, там 936. Это значит 1936 год. Вот для этой фирмы характерно в военных обозначениях здесь шифровать. А вот в коммерческих, ну, я нашел, в частности, 380 шорт-револьвер. Тоже LBC. И, соответственно, там было просто 380 выбито. Вот. Ну, на этом, пожалуй, все. Видео, как я и говорил, коротенькое. Особо рассказывать про него нечего. Хотя сейчас взвешу, потому что часто спрашивают. А сейчас сделаем обмеры взвешивания. Итак, произвел я это за кадром. Пуля весит 7,8 грамма. А в длину она 15,6 миллиметра. Ну, диаметры я мерить не стал, потому как вот еще раз. Немножко завалил я ее. Ну, такая относительно тяжеленькая пуля. Но она и не мудрено. Свинец, мельхиор, никаких стальных оболочек. Никаких стальных этих самых сердечников. Вот. Ну, на этом, наверное, все. Обязательно соблюдайте правила техники безопасности. И, конечно же, всем удачи и всяческих успехов.